До тех пор сажусь на шпагат, обливаюсь ледяной водой, осенью, зимой, весной и летом по два ведра. Это Роза Ивановна. В январе ей исполнится 70 лет. Она родилась в новом Малаклее и живет здесь по сей день. Розу Ивановну в родном селе, кажется, все знают. За время интервью с ней поздоровались не один раз. Женщина всю свою жизнь подарила детям и трудным подросткам. Свой путь она начала с работы старшей вожатой. Потом более двух десятков лет возглавляла центр внешкольной работы. А после Роза Ивановна сделала подарок всем жителям села. Открыла в районном центре детский парк мечты. Его она начала закладывать с нуля. А я как одержимая бегала. Мне просто хотелось создать уголок для красоты. Вы всю жизнь здесь живете? Всю жизнь здесь живу. 26 фигур сделаны моими руками. Некоторые сломаны до основания, а некоторые находятся у меня во дворе. С левой стороны плакат. Входи в наш парк с любовью и добро. А с правой стороны у нас такие слова. Давайте будем делать добрые дела, чтобы не осталось времени для зла. Девиз остался, а дел добрых в парке все меньше. Помимо сломанных фигур, Роза Ивановна переживает за то, что в месте, которое раньше являлось центром притяжения, нет сторожа. Ставки сокращены. Ухаживать за парком некому. Давно устарела детская площадка. Да и в целом благоустройство хромает. Юбилей. 70 лет району. Сидят семь глав района в кабинете у Мухудина и думают, куда же нам повезти Морозова с делегацией. И ничего не придумали. И все 545 человек через 12 дней были привезены к нам в парк. Как и Роза Ивановна, за комфортную среду в Новомолокленском районе радеют все активные жители. Свои идеи, как улучшить жизнь в ближайшие десятилетия, население высказало на очередной стратегической сессии. Месте, где собираются все народные предложения, где каждый может высказаться и быть услышанным. Идея заключается в том, чтобы создать какую-то некую туристическую базу отдыха в нашем районе. То есть элементарно это позволит людям найти различные, так скажем, ниши в этом отдыхе для себя. Не только просто отдохнуть с палаткой, с детьми на природе, но и элементарно, например, организовать некий сплав, например, по нашей речке. Елена Ильина предложила воспользоваться всеми благами альтернативной энергетики и установить в районе как можно больше солнечных батарей и ветряков. С весны до глубокой осени, практически у нас очень много солнца, мы можем использовать солнечные батареи. И все уже знают, что очень часто у нас и почти каждый день дуют ветра. И для того, чтобы осветить или, например, что-то накачать, использовать еще и ветряные мельницы. Помощник полпреда президентов ПФО Сергей Морозов, который присутствовал на обсуждении народной стратегии, идеи с ветряками и солнечными батареями поддержал, но вынес общее замечание ко всем предложениям. Он попросил мыслить шире. Идея должна иметь весомый аргумент, быть нацелена на будущее и обогащать регион. Чтобы уезжать не хотелось. Ну, будет здесь такое же количество ветряков, как в Чаркасе, в Африке. Нет, вы не кладите руки. Представьте на секунду о том, что вы сейчас начнете выращивать экологическую чистую продукцию, благодаря солнечной энергетике, возобновляемой энергетике, вот на вашей кистофарке здесь стоит. Вы получите просто огромный рынок для взгляда своей продукции. Поговорили и о демографии. Больше всего народных голосов получило идеи по привлечению новых кадров в район. Для этого нужно создать условия для поддержки людей с высшим образованием, которые готовы переехать в район и трудиться в социальной сфере, медицине или IT. Суть идеи в том, чтобы помогать семьям с высшим образованием, которые согласятся приехать в Малатинский район с постройкой или с покупкой жилья специалистов, которые нужны нашему району. Нужно в медицине очень много врачей, учителей. Я думаю, что там и к айтишникам можно будет, в принципе, найти работу. В Новом Малатинском районе также намерены создать свой свод правил поведения, который будет касаться всех, вне зависимости от национальной и культурной принадлежности. Предлагаю разработать свод правил проживания в районе или свод правил проживания в конкретном населенном пункте, который рассмотреть, обсудить с общественными людьми, с населением, и довести до сведений всех жителей района. То есть этим сводом правил должны будут пользоваться и соблюдать все жители района, независимо от того, коренные это жители или приезжие. В свод правил обязательно должны войти обычаи, привычки и этикет местного населения. Напомним, стратегические сессии проходят в каждом районе области до середины сентября. Рината Леулова, Александр Кудряшов, Управда ТВ, из Новомолыклинского района.